Простите, а вы, идиот, только по вторникам или четверг и субботу тоже захватываете. На этой неделе все СМИ обсуждали узурпацию талибами власти в Афганистане. Я напомню, талибан это запрещенное в России движение, но это не мешает российской стороне устраивать регулярные встречи с террористами. А на этой неделе мы побили все мыслимые и немыслимые рекорды дружбы, назвав боевиков позитивными и адекватными людьми. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, по словам российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова, ситуация в Кабуле на сегодняшний день более чем спокойная. Об этом Жирнов заявил в эфире Государственного канала, который, между прочим, смотрят и дети. Здесь при Ашрафе Гани мы каждый день слышали 3-4-5 хлопков. Это были взрывы, теракты. Пришли талибы, все прекратилось тихо, в городе спокойно. Талибы как делали? Они очень боялись, что будут какие-то стычки, кровопролития. Вот это, что какие-то будут. Поэтому они дождались, когда Гани влетит. После этого была принята капитуляция афганских национальных сил безопасности. Я завтра встречаюсь с талибом, который принял эту капитуляцию. Россия не ведет переговоры с террористами. Она их уничтожает. Они раздали телефоны горячей линии населению, чтобы, если кто-то их будет обижать, опять-таки преступники, какие-то мародеры, звонили талибам, и талибы придут на помощь. Слушайте, друзья, если верить Жирнову, Афганистан сейчас прям расцветет и запахнет. И все это благодаря людям, которые в России признаны террористами. А если они такие плохие, то зачем мы с ними встречались? А если они такие хорошие, то зачем мы их запретили? Или то, что для одних враг, для других манна небесная? Я серьезно не понимаю цель заигрывания с боевиками. Получается, что Россия поддерживает все то, что сейчас описывается в многочисленных СМИ? Убийство многодетной матери, например, которая отказалась готовить террористам еду. Или смерть той женщины, что не надела паранжу. А публичные казни и сексуальное рабство 12-летних девочек – это тоже норма? Ведь называя захватчиков позитивными людьми, мы сами становимся соучастниками преступлений, которые совершаются против мирного населения. Кстати, озвученную выше информацию Жирнов не подтверждает. Говорит, что подобного не видел и уж точно не сталкивался. Да-да-да-да, но если Жирнов сказал, то это точно так и есть. А значит, совсем скоро ждем переквалификации террористов в дружественный народ. Тем более, что по данным Daily Mail, Китай, Турция, Пакистан и Россия уже готовы признать правительство талибов законным. А это значит, что террористам, равно как и экстремистам в России, видимо, может быть только один человек. И только связанные с ним организации. Все остальные позитивные и адекватные парни. Запомните и не перепутайте. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потуже затянуть ремни на этой неделе нам посоветовал глава Минобороны Сергей Шойгу. В интервью изданию «Вокруг света» оборонщик заявил, что, внимание, цитата, «человечество семимильными шагами идет к собственной гибели, и причина тому безудержное стремление к потреблению». Конец цитаты. И вроде бы все правильно, и вроде как и придраться-то не к чему. Но вот вопрос, а кого Кужегетович имел в виду? Кто из нас, из россиян, употребляет что-то, причем настолько безудержно, что ведет всех остальных к гибели? Ну уж точно не мы, и не те, что впятером ютятся в однокомнатной квартире, и тем же составом каждые выходные едут на дачу. Но знаете, что самое интересное? А то, что далее в этом же интервью Шойгу приводит просто ошеломляющий пример. Типа, если ты вырастил и убил одного кролика, то ты сыт. Если ты вырастил и убил 10 кроликов, то их тушкам нужен холодильник. Холодильнику нужна электроэнергия, электроэнергии топлива и так далее. Так зачем тебе 10 кроликов? Вопрошает в конце своего повествования глава Минобороны. Ну типа, друзья, пора бы уже остановить эту безумную гонку потребительства и вместо 5 человек в однокомнатную квартиру поселить 10. С автомобилем, видимо, аналогия та же. Те, кто не влез в салон, едут в багажники. А вообще забавно наблюдать, как люди, создающие общество потребления, стараются ограничить потребление этого самого общества. Сразу вспоминается анекдот, когда миллионера спросили, как он сумел разбогатеть. На что он ответил, я сумел убедить своих сотрудников, что деньги в жизни не главное. Вот что-то похожее сейчас озвучил и Сергей Шойгу. Типа, вы довольствуетесь одним кроликом, в то время как мы будем строить дворцы в природоохранных зонах. Ау, Сергей Кужугетович, начните с себя. Покажите пример, как летать нищим классом, как вместо лобстеров есть куриный потроха, как жить в конце концов в тех домах, которые вам подобны называют человейниками. А когда приведете культуру потребления к общему знаменателю, тогда и пообщаемся на равных. А пока, извините, гусь Винье не товарищ. Вы на канале Реальная журналистика, это Вести без Киселева. А мы подготовили для вас второй итоговый выпуск новостей, увидеть который вы сможете только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, оставляйте комментарии. На Ермаке пообщаемся лично. Они такие разные, но все-таки работают вместе. В то время, пока одни полицейские нагло обкрадывали покойника на 14 тысяч безналичных и 20 тысяч наличных денег, другие полицейские безвозмездно, то есть даром возвращали чемодан с 15 миллионами рублей забывчивому биробиджанцу. Оказалось, что утром того же дня предприниматель, отправляясь в командировку, отвлекся на телефон и забыл чемодан с миллионами во дворе. Пропажа несколько часов простояла на свежем воздухе, пока не привлекла внимания полицейских. Но особенно отличились третьи. Те, что на этой неделе начали обход москвичей, зарегистрированных на сайтах «Умное голосование» и «Свобода Навальному». Также в поле зрения правоохранителей попали лица, отправлявшие пожертвования ФБК. Той самой организации, что признана экстремистской. Очевидцы утверждают, что приходящие к ним полицейские были одеты в гражданскую форму и представляли сотрудниками уголовного розыска. В качестве причины визита они называли незаконную передачу персональных данных. Утечка базы произошла еще в апреле этого года. Однако окунуться в дело с головой силовики решили только сейчас. Причем свое решение они подкрепляли давлением, но не артериальным, а тем, что поможет собрать с якобы пострадавших заявление о незаконной передаче персональных данных. Вот только зачем? Лишение свободы там не грозит. Максимум штраф и то не пригожинских размеров. Видимо, нагрузить собираются заключенного по полной. А между тем, Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Навальный. Помните, несколькими программами ранее я рассказывала вам о блокировке 50 сайтов команды Алексея? И тогда я вам сказала, что умное голосование следующее. Так вот, это время настало. Теперь война объявлена и ему. Пока непонятно, пойдет ли Apple на поводу у российских властей, но приложение для скачивания на момент записи программы было еще доступным. Слушайте, это, конечно, сугубо мое личное мнение, но мне кажется, что кое-кого уже пора отправить на курсы по работе с Маней Величи. Ну, не может, ну не может одному человеку угрожать такое количество врагов. Ну, а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!